Всем салют, друзья! В истории футбольного клуба Родина мы записывали выпуски с футболистами, но никогда не записывали с тренером. Итак, очередь дошла до АГПа Виктору Михайловичу, который приехал к нам из Краснодара. Он нам поедает о методах работы в футбольном клубе Краснодар, расскажет, как он оказался в футбольном клубе Родина и почему он хочет стать самым медийным тренером в России. Погнали! Во-первых, Виктор Михайлович, как вам погодка? Не Краснодар, середина сентября. Уже чуть ли не минус, вы в зимней куртке. Что скажете по этому поводу? Прохладненько. Это, мягко говоря, прохладненько, очень не тревожит. Что осень еще только началась, а уже действительно очень холодно. С юга приходится адаптироваться ко всему к этому, к таким погодным условиям. Окей, вернемся к истокам. Я так понимаю, что вы где-то в районе 6-7 лет пришли в футбол. Во-первых, хочется понять историю, как вы поняли, что футбол это ваше все, и это то, с чем вы хотите связать в свою жизнь и почему именно футбол. И вообще, как вы пришли? Может, там бабушка от того, дедушка, не знаю. Я перепробовал разные виды спорта, вот с 6 лет и плавания, и баскетбол, и волейбол, соответственно, и футбол. А вот, как бы постоянно во дворе площадка, там играли в футбол. А потом случился такой момент, где родился городок маленький. И там, если в городе кто-то, какой-нибудь, например, двор заинтересовывается чем-либо, каким видом спорта, то какое-то время весь город, в принципе, то же самое повторяет. Какая-либо игра или занятие какое-либо. Весь город какое-то время подражает всему этому. Ну, и вот так вот случилось с футболом, что какой-то бум в городе произошел, и как бы все повсеместно пошли в секцию футбола. И, соответственно, мой двор то же самое. Мы играли во дворе, и весь двор пошел на стадион. Ну, и как бы вот получилось так, что за компанию со всеми, вот уже акцептированной, на прошел на тренировке. Виктор Михайлович, вы как истинный профессионал своего дела. Для вас специально разработали две рубрики. Во-первых, мы нарезали эпизоды, которые вы должны просмотреть и прокомментировать, как он закончился. Этот эпизод я буду нажимать на паузу, потом вы будете давать свои комментарии. После этого мы посмотрим, правы вы или нет. Готовы? Да. Итак, смотрим. Так. Все, что я здесь вижу, он должен заканчиться голом. Однозначно. Браво, браво, Виктор Михайлович, здорово. Смотрим дальше. А здесь? А здесь ротарь должен сыграть. Или мяч попадет в нижний, а правый угол от ротаря и все-таки залетит. То есть гол. Ваша ставка гол. Гол нет? Да, гол. Это реально гол, Виктор Михайлович. Я смотрю, вы разбираетесь в футболе. А это не гол был сейчас? Потому что мяч-то попал с внешней стороны сетки. Окей. Но на самом деле я тоже первый раз подумал, что это был гол. Так, а здесь? Смотрим вот так. Нет, в ротарь сыграет. В ротарь. Браво, Виктор Михайлович, браво. А вот такой вот эпизод, как вам? Вот такой вот промах. Оп. Ну да, конечно, такой редко увидишь. С метра выше. А здесь? Защитник сыграет и гола не будет. Защитник не сыграл. Но гола все-таки нет. Вы опережаете события, потому что смотрели этот матч? Нет. Я просто поражаюсь вашим знанием в области футбола. Любите. А здесь? Ну, это гол. Нет, защитники должны играть. Да это грех не знать такой эпизод. Это Ван Бронхард 2006 год, Голландия, Уругвай. По поводу профессиональных контрактов. Был ли вообще профессиональный контракт с каким-либо клубом? Если да, нет? Нет. По какой причине? И были ли возможности подписать профессиональный контракт? Если да, то по каким причинам не сложилось? Возможности были, но думаю, что... Была общая мысль связать свою жизнь с профессиональным футболистом, да? Конечно, конечно, была. Это была мечта, мечта, как, наверное, сейчас у всех подростков, чтобы играть больший футбол и так далее. Но в силу разных обстоятельств не сложилось. И очень много зависело от того, попадешь ли ты в бойную струю. И, скорее всего, мне кажется, больше от случая зависело, нежели от самого себя. Это сейчас можно, в принципе, родитель на начальном этапе может выступать в роли агента, например, отец молодого игрока, может сам позвонить в любой клуб, договориться о просмотре своего мальчика, может также на разных ресурсах поверхностно получить информацию о подготовке футболистов и попробовать потренировать своего ребенка, подготовить и сообразить ему просмотр. Вот, а раньше такого не было, когда я рос. И, соответственно, для нас попадание в интернат, это было что-то, ну, сверхъестественно, учитывая провинциальность моего происхождения. Вот, нам было довольно сложно куда-то попасть без какого-либо протежера. В каком возрасте пришло осознание того, что прям любовь в моем сердце, это любовь навсегда, и я буду с футболом связан, всю свою жизнь сознательное решение принял. Осознание пришло вот уже в 14 лет. В 14 лет я уже точно понял, что другие виды спорта мне не так интересны, а футбол, да, это вот все мое, оно к тому моменту уже захватывало всю мою жизнь. То есть я с одной тренировки мог пойти опять, приехав, мог пойти опять на стадион и там выполнять разные технические элементы, оттачивая их, мог просто играть в футбол, смотреть футбол по телевизору. То есть, в принципе, все свободное время занимал прям. Во сколько лет началась карьера тренера? В 25. В 25 лет пришло осознание того, что я не хочу работать на других работах, мне это неинтересно. Хотя прийти в работу давались мне легко любые, вот, но пришло осознание того, что я только футбол, и раз не получилось как игрок, то могу попробовать реализоваться как тренер. Какие команды как тренеру удалось потренировать, помимо Родины, помимо Краснодара? К Краснодару мы еще вернемся отдельно, по поводу Иссиньбоков. Может быть, мужские какие-то команды были, помимо детских коллективов, юношеских? Может быть, сборные были по сложному списку? Нет, к сожалению, не было таких громких имен никаких. Это были провинциальные команды Ставропольского края, причем не много, а две. Это есть и Сентуки, и город Лермонтов. Команда на край. И также детско-юношеские возраста. Вот сейчас, возможно, прям сходу, не задумываясь, назвать топ-3 русских тренера, и топ-5 мировых. Поправочка небольшая, Виктор Михайлович вообще не смотрит российский футбол. Изредка. Окей, топ-5, поехали. Анчелотти. Анчелотти. Сари. Сари. Уже два итальянских. Конт. Конте. Клоп. Клоп. Гвардио-Вардиола. Как осуществилось знакомство с футбольным клубом «Родина» и как осуществился сюда переезд? Знакомство с «Родиной» довольно неожиданно произошло примерно год назад. Создался звонок, Альпов Александр Владимирович. Кстати, его я по голосу узнал. И состоялся разговор и предложение о том, не хотел бы я поработать в «Рокороде». «Долго ли решались на переезд в Москву?» Да. Очень долго. И какой фактор стал тогда определяющим? Почему он осуществился действительно? Семейный совет? Нет. Решение было принято не семейным советом, решение было принято мной, так как на предыдущей работе, а это был город Ессентукия, Дюж, вот, наверное, там я выполнил все, что мог выполнить за время своей работы, дошел до предела. То есть больше, большего я сделать не мог. И там оставалось только плыть по течению и поддерживать результат, которого добился. Вот. А амбиции не позволяют себе амбиции и плыть по течению. Поэтому это определяющий фактор просто и какие-то новые возможности. Теперь смотрим Россию и Шотландию. Первый гол забивают шотландцы. Как вы прокомментируете этот гол? Кто здесь виноват? И почему вообще шотландцы забили здесь? Повтор нужен? Да. Подача. Пауза. Я думаю, вратарь должен был надежнее играть. В принципе, он готов ловить мяч, но по какой-то причине он его не ловит. Ну и соответственно, там уже отскок и игрок стоит. А напротив ворот абсолютно один в окружении белых на России, российских игроков, но они просто статисты в этом эпизоде. То есть, по сути, чистейший вратарский гол? Я думаю, да. Ошибка. Окей. Отскок от вратаря и теперь гол у наших. Итак, первый гол нашей сборной. Дзюба забил. Ничего не устраивает. Головец в печу. Момент. Чуба. Повтор? Слышен же? Да, можно. Такое впечатление, что у нас все устраивает. То есть, это наши настолько хороши здесь? Либо шотландцы прозевали просто? Плюс ошибка защитника была? Ну, здесь я обойтюм. Все в совокупности. Я думаю, здесь все в совокупности. и по большому счету могли прерывать атаку. Шотландцы на то же отскок. И Дзюба, получается, принимает один абсолютно в штрафной площади. Разворачивается. Пауза. Вот здесь Головин нормально не обрабатывает мяч, а шотландский защитник просто как бы сбрасывает мяч в центр. Хорошо, а как так получилось, что такой разрыв между правым защитником этот второй номер и центральным и получается, что Дзюба один принимает мяч спокойненько у него было еще время подумать и он забивает гол. Я думаю, это стечение обстоятельств в том плане, что три человека контролировали Головина. Потому что если сейчас посмотреть, но Дзюба уже бросили. Четвертый номер его тоже не контролирует. Второй не доигрывает. И седьмой опаздывает опускаться. Ну вот как раз получается второй не доиграл. Дзюба принимает мяч у него есть время развернуться, посмотреть, оценить ситуацию и пробить ворот. Итак, Виктор Михайлович, победный гол сборной России в этом матче. Смотрим. Ошибка сборной Шотландии. Шотландцы теряют мяч и делают бездарно. Верно? Да. И не дорабатывает игрок. Мы в атаке. Этот игрок который сейчас отдаст передачу на головина он все правильно делает? Передача хорошая? Передача хорошая, но можно было отдать и налево. То есть наши нападающие в принципе увели защитников из справа нашего атакующего края. и как мы видим вбегает абсолютно один игрок. То есть в принципе напрашивается и перевод на правый край где ситуация 1-0 получала. Хорошо. Вопрос. Как головин в окружении трех футболистов сборной Шотландии получает здесь свободный мяч и выкатывает на пустые ворота? Это головин в таком порядке либо защитники сборной Шотландии просто сыграли бездарно этот эпизод? Ну во-первых надо отметить передачу 20-го номера пауза она очень хорошо разрезала двух головин выбегает из-за спины защитника на пустое пространство и мяч в том же самом пустом пространстве доставка очень хорошая мяча просто в зону куда должен прибежать игрок а дальше так как головин первый на мяче он просто катит мимо ворот куда опять-таки как мы видим на скорости вырывается наш игрок и защитник на два корпуса отстает от него соответственно и наш игрок поэтому и первый на мяче как вам такая ситуация что Жирков уже опережает своего футболиста своего опекуна Дзюба мог принимать мяч по сути если бы головин одолбит да во вторую линию да то есть и Дзюба здесь здесь очень грамотно построено именно завершение этой атаки Жирков замыкает дальнюю штангу Дзюба не несется на всех парах ворота а притормаживая на всякий случай ждет мяч во вторую линию если головин отдаст под себя передачу и тогда если бы он отдавал тогда Дзюба бы оставался бы А5 абсолютно один перед воротами и у него было бы очень много времени для оценки ситуации и удара мяча в ворота ТОП-3 совета от тренера Виктора Михайловича чем должен заниматься молодой тренер начинающий что он должен делать ТОП-3 совета развиваться постоянное саморазвитие постоянное ну развитие в плане футбола это раз рационально использовать свое собственное время то есть заниматься планируем обязательно обездаст Вау любица работы любимое дело друзья только так если ваше дело вам не нравится то я думаю нет начинать да согласен аналогичный вопрос теперь про молодых футболистов какие можно дать ТОП-3 совета молодых футболистов но я думаю что рациональность и планирование своего времени это точно пойдет футболистам это 100% важно да чтобы они сидели в гаджетах это абсолютно верно но здесь это лишь только совет но в этом вопросе должны мы взрослые и родители и тренеры должны помочь им научить их правильно это делать то есть планировать свое собственное время и расставлять приоритеты что важнее играть в футбол заниматься футболом развиваться или же тратить свое время на непонятности в соцсетях просмотре телевизора и так далее и тому подобное и третье усердно заниматься именно развитием технических навыков себя на тренировке уделять этому очень пристальное внимание и так же за пределами тренировочного поля по возможности это можно выйти во двор отработать какой-то элемент там или на любую другую площадку то есть как можно больше заниматься футболом как ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Многие говорят по поводу того, что в российском футболе очень много есть пробелов, очень много минусов. Давайте попробуем также разобрать не пять, топ-три факта, какие сейчас на данный момент в русском футболе, в детско-юношском. Есть проблемы? Первое, тренер. Это первое, это однозначно, что у нас не качественный тренерский персонал по детско-юношескому футболу. То есть у нас еще очень много осталось от старого. Я не говорю, что это плохо, но футбол, он стремительно развивается, и нужны какие-то новые, свежие решения на старой базе. Я бы вот так выразился. Ну, а бывает, конечно, финансы. По телевизору и в СМИ говорят о том, что огромные деньги выделяются на развитие суппорта, в частности, футбола. Куда идут идти финансы, да? Да, да. Я боюсь представить, если наш выпуск чиновники посмотрят. Ну, пусть смотрят на что. Нет, друзья, но мы пытаемся откровенно мыслить. Это наши мысли слухого. Это может быть другое мнение, но... Да, причем оно свежее, это мнение, потому что я приехал вот только что из провинции, даже не из Краснодара, а из провинции. И там, работая в обычной школе, Дюша, я прекрасно видел, как все ложится на плечи родителей. Форму купить родителям, мячи купить родителям, на турнир съездить родители, все за родительский счет. Поэтому вопрос, да, где финансы? Это второй момент. И третий, какая одна, третий причина проблемная для российского футбола. Пока еще, пока еще очень большое влияние, это коррупцион... Ну, коррупция. Коррупция, что вот. Взятничество, кумовство. Да, кумовство. Кумовство и взятки. Да. Я думаю, что это еще на данный момент кумовство и взятки. Не везде, не везде, но есть такое, что игроки попадают по связям в состав, в клуб, а не по уровню мастерства. Когда у нас в России будет все по спортивному принципу, сильнее ты в составе, а не у кого больше денег или связей, тогда ты в составе. Я думаю, тогда будет тоже хороший шаг вперед. Окей, были ли другие предложения, помимо нашего клуба? Может быть там Спартак, СССР, еще какой-то другой клуб? Виктор Михайлович, приезжайте, мы вас ждем. Либо, может быть, там тот же Краснодар опять выходил на связь. Был разговор о Кубани, это было годы 20, когда еще Кубани существовало. И было предложение от Ахмата. Других предложений не было. У нас такое небольшое соревнование. Мы сейчас с Виктором Михайловичем сыграем на попке. Условия такие, бьем по 5 ударов. Естественно, кто забивает больше, тот выигрывает. В воротах вратарь 2004 года рождения Илья Тренен. Михайлович, готов? Готов. Погнали. Кто первый бьет? Молоды. Нет, думаю, дорогу старикам, поэтому... Хорошо. Поэтому погнали. Хорош, Илюха, здорово! Ты почти ухал уже! Сиди! Не галочка, друзья, будет гореть, пятая точка. Сразу говорю, хотели на самом деле записать постанову, но я потом передумал. Я считаю, что нужно, чтобы все было по-честному. Поэтому это было все честно и искренне. Сразу говорю, что это было по-честному. Браво, 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 браво! Погнали! Ну как, честно, ощущаете, Михайлович, проигрывать молодым? Ну, дорогу молодым, ничего здесь в этом позорного нет. Из-за школы, в Санкт-Петербурге, в школу, помимо бюджета, условий и всего этого прочего. Работал с 15-го до 16-го год. Вот, ушел. Ушел он по личным вопросам. Всем же интересно, что такое «Краснодар». Понятное дело, что Женя Савин снимал выпуск. Стас Фир к нам приехал, немножко рассказал. Но все-таки вы человек опытный. И с вашей точки зрения интересно понять, что вообще такое футбольная школа «Краснодар». Слушай, одно дело, когда Женя Савин одни плюсы рассказывает, но о минусах тоже хочется знать. Ну, я бы не назвал минусы. Не стал бы называть, что это минусы. Это лишь моя точка зрения и моя точка зрения. Именно ваше видение. Да, это мое личное видение. В том плане, что мне, как тренеру, очень важна самореализация и свобода действий без давления откуда-либо. Я готов держаться системы, но чтобы она меня не связывала очень сильно. Всем понятно, что тренер должен быть креативным, и у него должны быть свои мысли. Даже в системе он должен быть индивидуальным. То есть со своим взглядом, со своим мнением. В Краснодаре у меня не получилось этого. Мне говорили, что надо только так и никак по-другому. Хотя, хотя контракт мне продлили, но я не стал оставаться, скажем вот так. К тому моменту у меня было предложение от Ясентуков с такими же условиями, как в Краснодаре. И подумав, довольно долго думал, наверное, месяц я думал, а да, нет, да, нет уходить или оставаться, и принял решение уйти из Краснодара. Вот так, в принципе. Ходит молва, что Агапа Виктор Михайлович хочет стать самым открытым и самым медийным тренером не только Москвы, но и России. Чем обусловлен такой выбор и почему такое желание? У меня нет желания закрываться от мира и быть самим себе неприступной крепостью. Я всегда открыт для любой дискуссии, особенно в футболе. Поэтому я не считаю нужным, что закрываться и теряться от камер. Нет. Пожалуйста. Поэтому все, что считает Нит Родина, отнять, поделиться, задать мне вопросы, я всегда готов пойти. Так, друзья, развлекательный блог. Виктор Михайлович, музыкальные предпочтения? Что вы предпочитаете? Определенных прям вот так вот предпочтений нет. Вот что я прям слушаю только вот это и ничто другое. Нет. Мне нравится, в принципе, абсолютно вся музыка. И шансон люблю иногда слушать. Больше, наверное, это все зависит от настроения. Я люблю очень инструментальную музыку и классику периодически слушаю. Ну и, соответственно, и поп, и зарубежную. ТОП-3 лучших голливудских и мои ТОП-3 русских. И вольвер. Человек, который изменил все. С Брэдом Питом. Да. Кстати, советуем всем, смотрите. И один, и второй. И на третьем месте. Наверное, трое. Тоже Брэд Питом. Хочется, хотим сказать, если вам понравилось видео с Виктором Михайловичем Агаповым, который рассказал нам про Краснодар, про то, что он хочет стать самым медийным и открытым тренером, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, Facebook и Instagram. Всем спасибо. ТОПИ ЗА РОДИНУ! Агап!